Всем привет, это Михаил Веган и это Сергей Шварц. Привет! Мы готовим сегодня ПП, ЗЛП блюда, которые Сергей Шварц обычно показывает на своей страничке в Инстаграм. Сегодня мы приготовили сырники уже, ссылка будет в описании, можете пройти посмотреть. А сейчас что будет? Сейчас будет карась из тофу. Почему карась? Потому что когда-то с таким точно вкусом я ел карасей в Якутии. Что нам для этого понадобится, расскажи. Для этого нам понадобится тофу, нори и соевый соус. И нож. Отлично! А еще надо посмотреть небольшую короткую рекламку. Конечно, а куда? Ее же надо вставлять. Это вам не молоко. Это растительный продукт, источник пищевых волокон. Это вам не молоко. Уже можно говорить-то? Для начала режем тофу на 10 кусков. 4, 5, смотри. Остается мало. Ну, сделаешь потоньше. 7, смотри, вот такие. Худой карась получится. И 2 детских. Детям что, много что ли у нас? Не знаю. У тебя же ребенок не умерет. И что? Теперь берем листик нори. Да. Кладем. Да! На него вот так укладываем. Один или два детских? Два, все равно каких. Площадь-то у них. Кстати, они... Побьем разный, а площадь одна. Отлично они по... Да. По размеру подходят. Теперь нужен соевый соус. Я принесу. Пожалуйста. Соевым соусом капаем сюда. Накапали. И размазываем вот так вот этот самый соус по листочку. Чтобы он размяк. И можно было в него что сделать? Завернуть. Завернуть. Вот ты, видишь? Молодец какой. Я. Просто. Лучше. Как же на холке плохо слушаются руки. Откуда ты знаешь дорезать? Я щупаю. Оп. Видишь, я нащупал. Впервые я услышал о жареном карасе у тебя в инстаграме, когда ты своих, как сказать, односоратников по команде регби угощал этим. Как им нравится твоя еда вообще, что ты готовишь? Часто ты угощаешь своих однокоманчан? Ко мне мои братишки приходят часто в гости. И у меня всегда какая-нибудь еда. Ну, практически всегда какая-нибудь готовая еда есть. Все с удовольствием едят. Ну, может быть, это потому, что многие из них студенты, например, молодые. Им все равно, что есть. Может быть, обижать не хотят, я не знаю. А ты на тренировку не носишь с тобой? Ну, я сам ем. Они пытаются у меня урвать иногда парочку сырников, но я за них бьюсь до последнего зуба. Пар видно. Сейчас на улице около 3 градусов тепла. Дует ветер, иногда моросит дождь. Очень холодно. Это, наверное, одни из самых последних съемок, которые будут проводиться на улице. Так сказать, завершаем, закрываем сезон. Но, если вам очень нравится, ставьте миллион лайков. Может быть, что-то придумали. Мне еще не ставили ни разу миллион лайков. Максимум 20 тысяч. Спасибо большое. От всей души. В общем, разогрели гриль до 250 градусов. Карась будет жареный на гриле, поэтому будем выкладывать сюда на решетку. Как тепло. Красота. Вкусно пахнет. Рыбой какой-то, да? Речной, костистой. Я предлагаю закрыть и готовиться. В закрытом режиме. Сколько примерно готовится? Пару минут. С каждой стороны или всего? Да, с каждой стороны. Даже туфу по краям, смотри, поджаривается, да? Да. И получается красиво. И еще где-то минуту с другой стороны. Замечательно. Все готово. Да, очень холодно. Да, да, вставать. Пожалуйста. Я подержу даревочку. Ага. Пахнет очень по-морскому, я бы сказал. Не по-речному. По-озерному. По-озерному. Озерное, да, там тиной пахнет. По-моему, так и пахнет. Да? Мне кажется... Короче, пахнет, если честно, просто типа суши, какие-то роллы. Такая ассоциация. Не рыбная. Ну, отлично у меня. А хотя... Смотри, какая гора, а? Полкилограмма жареного карася. Как тебе? Миш, тебе как, нравится? Да. Сейчас будем пробовать. Закрываем. Пусть. Пусть. Ну, как мы это будем пробовать? Надо ли это резать? Разрезать? Так, как хочешь. Обычно я просто кладу на хлебушек. Еще и с хлебом? Да. Очень хороший перекус. Давай, Миш. Бутерброд с таким карасеном. Давай разрежем, посмотрим, что внутри. А там тофу. Не ожидали? Серьезно? Я добавлю острого соуса. Мне нравятся такие штучки. Да, давай. Со стримкой. Вот такой вот. Ширача. Тебе намазать? Да. Пожалуйста. Больше, чем тебе. Ну, конечно. А я себе намажу побольше, чем тебе. А тебе теперь побольше, чем мне? Да. Еще больше. Конечно. Ну что, пробуем? А может попробуем сначала без острого соуса? Так давай, давай, конечно. Я-то уже в своей жизни много его напробовал. Не я начал этот челлендж, у кого больше соуса. И так, просто, я вот просто вот так вот, можно. Пахнет короче рыбой, вкусно. Солененько, блин, на вкус реально как белая рыба какая-то. Мягкая, даже не так. Это как крабовая палочка. Да, возможно. Консистенция, как у крабовой палочки. И вкус такой же. Собственно, я режу такого карасясь в салат, который у обычных смертных называется. Крабовым, в которой крабовые палочки идут. Поэтому на Новый год у меня такой салатик всегда есть. Короче, это офигенная штука, как полноценное блюдо, как закуска. Идея для бутерброда или как ингредиент для салата. По-моему, клево. Как тебе соус? Очень вкусно. Соус тоже классный, поэтому одно-другое дополняет. Вот. Давай, Сергей, прощаться будем. Все, все, даем. Да. Подождите немножко. Сейчас он доест. Дай соус, пожалуйста, еще. Конечно. Можешь сам. Я сам, да, спасибо. Я просто не знал, как у тебя это принято. У меня принято. В одиночестве есть тут. Оператор смотрит. Я ем, оператор смотрит. Обычно я так делаю. Ну, спасибо тебе, конечно, за рецепт. Было очень вкусно. Спасибо, что позвал. Интересно. Прекрасную погоду. Люблю готовить, когда пар изо рта валит. Поморозить пипки, так сказать. Нет, пипку я утеплил. Пипка носа. Я про... Ты не знаешь? Она у меня здесь специальная штука, которую я грею. Поэтому я был готов. Моя пипка была готова к этому испытанию. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на инстаграм. На инстаграм подписывайтесь. Все, до свидания. До свидания. ПП. ЗЛП. До свидания. До свидания.